Это налоговая инспекция Калининского района Донецка. Каждый день сюда приходят сдавать отчеты сотни предпринимателей. В конце июня государство обязало часть из них отправлять реестры накладных онлайн. Александр Шуян продает оптом электроинструменты. Введением обязательной электронной отчетности предприниматель недоволен. Говорит, и оформление, и сдача бумаг в налоговую инспекцию много времени не занимали. А теперь придется каждые полгода оплачивать лицензионное программное обеспечение. А стоит оно больше тысячи гривен. Во-первых, дорого, а во-вторых, иногда требуется куда-то предоставить копию отчета. А получается, когда в электронном виде отчитываешься, потом целая проблема сделать все это в бумажном виде, чтобы, допустим, тот же банк отнести или еще что-то. Введение электронного отчета не устраивает большинство предпринимателей и экономистов. Оплата программного обеспечения, дополнительные расходы и для них, и для клиентов, считают бизнесмены. Мы занимаемся такси, мы вас будем перевозить за 2,50, а за 3,50. Удобно вам это? Ну и нам так же. Сама программа, у нее заканчивается срок действия, и вот это нужно периодически оплачивать. Это где-то, ну, чувствуется, да. Если было это дешевле, было бы. А вообще, может быть, и бесплатно. Бесплатная программа существует, сообщают налоговой. Ее готовы предоставить каждому в компьютерных отделах районных и городских инспекций. Есть она и на сайте Центральной администрации ведомства. Информация о ней вывешена на стендах в ПАЕ. Мы предоставляем свое программное обеспечение. Ну, оно подходит вполне для того, чтобы и своевременно обновляется, и новые версии появляются, и все новые формы для всех нововведенных отчетов там тоже своевременно выставляются, поэтому, в общем-то, можно вполне пользоваться. Однако бесплатной программой почти никто из запрошенных бизнесменов не пользуется. Одна из причин – простое незнание. Зато другое обеспечение, которое стоит более тысячи гривен, покупают часто. У нас много, много покупает клиентов. Сейчас вот, что актуально, можно подавать рейсы налоговых накладных. Также новое обновление по налоговой инспекции. Также в пенсионный фонд, ежемесячную персонификацию. Актуальной еще сейчас подачей будет фонд социального страхования. Использование бесплатной программы выходит дороже, объясняют предприниматели. Чтобы отправить оформленный внеотчет по электронной почте, нужно купить еще дополнительные ключи. Их всего три, каждый стоит 50 гривен. А когда обязательным сделают электронную отправку в остальные фонды, нужно будет покупать ключи и туда. И стоить в сумме это будет гораздо больше, чем платная программа. Бизнесмены говорят, в целом они к прогрессу относятся позитивно. Но в следующий раз просят чиновников делать так, чтобы нового введения не били по их карману. Оксана Виттер, Владимир Ребриков, Панорама.